БУДУЩИЙ ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК В 1938 году во время практики Лариса Анатольевна определяется с будущей специализацией – морская биология. После окончания университета в 1940 году Пономарева работала на Карадагской биологической станции, занималась биологией рыб Черного моря. В 1941 году она возглавила биологическую станцию в Киргизии, но уже через год вернулась в Горький, где поступила на аспирантуру на кафедру зоологии беспозвоночных. Во время учебы Лариса Пономарева работала в Карской научной экспедиции Минрыбхоза и участвовала в рейсах в Карское море. Долгое время все исследования в Арктике были закрытыми. Результаты научных экспедиций опубликовали только в 50-х годах. Данные много лет оставались уникальными в этой области знаний. В 1945 году Лариса Анатольевна защитила кандидатскую диссертацию. В 1948 году стала одним из основных экспедиционных работников Института океанологии. Занималась зоопланктоном Японского моря, работала в Курило-Сахалинской экспедиции зоологического института. Главная научная тема биолога – Эуфоуиибе, отряд морских ракообразных из класса высших ракообразных. Исследования Ларисы Пономаревой охватывают всю акваторию Мирового океана. Она первой каталогизировала Эуфоузии дальневосточных морей – от Берингово до Желтого. Составила картосхемы распределения видов. За годы работы Лариса Пономарева участвовала в 50 экспедициях Института океанологии, 20 из которых прошла на Витязи. В экспедициях была начальником отряда планктона, либо руководила рейсом. Лариса Анатольевна опубликовала более 130 научных работ, в том числе три монографии и зарубежные публикации. Была ответственным редактором коллективных монографий и сборников статей. Выступала в качестве эксперта ЮНЕСКО и входила в Национальный Тихоокеанский комитет. За успехи в научной деятельности Лариса Анатольевна получила Орден Трудового Красного Знамени. Субтитры создавал DimaTorzok